Продолжает в регионе увеличиваться и число рыбаков, которые, несмотря на нерестовый период, вновь и вновь выходят на водоемы. Какие меры принимают сюда специалистами, чтобы сохранить ценные породы рыб, расскажем в следующем материале. Охота на нарушителей сродни рыбалки. Сначала наблюдение, спустя несколько минут и другие более активные действия. Здесь, в черте Ангарска, на реке Китой, многолюдно каждый день. Десятки рыбаков с удочками и по пояс в воде пытаются поймать свою удачу и при этом нередко забывают о законе. С начала мая в регионе действует строгий запрет на вылов многих видов рыб. В виде человек ловит, у нас получается, ильца. То есть, на данный вид у нас на данный момент разрешен. То есть, сорная рыба. Сорная рыба, то есть, и человек ловит на один крючок. То есть, нарушений никаких нет. Ловить щуку, хариуса и ленка нельзя будет до 25 июня. За последний месяц на территории региона этот запрет уже нарушили более 300 рыбаков. Есть и те, кто умудряется навредить природе без использования удочек и сетей. Например, автовладельцы. А вообще, а ежегодно где моете машину? Ну, вообще на мойке. У зятей в гараже. А сегодня что заставила? Ну, это я сама просто кашу пролила, собакам везла. Чтобы дно вымыть. Несмотря на доступность платных моек, автолюбители продолжают наводить порядок в машинах, используя речную воду. После такой уборки все горюче-смазочные материалы и мыльный раствор попадают в реки. Только за два весенних месяца этого года инспекторы рыбоохраны составили на нарушителей более 600 протоколов. Это кормовую базу убивает. И убивает также непосредственно рыбы, которая уже не рестится, то есть мальков вот этих самых маленьких. И они, соответственно, угибнут. Ну, или, ну, по крайней мере, плохо влияют на развитие данной фауны. А между тем штрафы любителям чистоты грозят немалые. От 3,5 до 5 тысяч рублей. Ни одна автомойка в регионе по таким тарифам не работает. Евгений Шоев, Новости по будням.